Российские врачи выступили против модной одежды. Якобы именно она доводит нашу молодёжь до больничных коек. По словам гинекологов и урологов, в стране началась эпидемия воспалительных заболеваний, причём у совсем ещё молодых пациентов. С наступления морозов количество обращений к врачам увеличилось вдвое. Юлия Примостанова продолжит. В одних колготках? Да. И что, вас это не пугает? Нет. Кольцо? Не-не-не, это же не по-мужски, вы чё? Мода против мороза – поединок, который ежедневно разыгрывается на улицах страны. И проигрывает в нём здоровье. Гинекологи и урологи в ужасе. На приёме в разы увеличилось количество совсем молодых пациентов. Сейчас мороз. Фактически отсутствие трусиков. От трусиков остаётся одна маленькая полосочка. Сверху одеваются джинсы или хлопчатобумажные брючки. Или совершенно тонко, ещё хуже, синтетической ткани, которая не сохраняет тепло и вообще противоречит любому теплообмену и так далее. И поэтому, естественно, возникает переохлаждение. В первую очередь страдает, это, конечно, урогенитальная система наша. Джинсы с заниженной талией, кружевное бельё, наряды, открывающие живот, современная женская одежда совершенно негинекологично, считают врачи. Чтобы получить в ней переохлаждение, достаточно провести на морозе 10 минут. В этом случае воспалительные процессы запускаются сразу в нескольких местах. Страдает половая система, позвоночник и нервные окончания. Кальпиты, циститы, неврозы, остеохондрозы – вот результаты таких прогулок. С тех пор, как кальсоны ушли в прошлое, не меньше подвергается опасности и мужское здоровье. Ну а результат погони за модой у девушек и юноши один – хронические заболевания и бесплодие. Впрочем, как известно, не бывает неправильной погоды, бывает неправильная одежда. Европейская – так называют её продавцы. Модные короткие куртки рассчитаны на мягкий климат, а не на российские морозы. Одежда на синтепоне и на различных технологических утеплителях. Это может быть термолайт, термолайт плюс, термолайт – актив для горнолыжной одежды. Это аналог синтепона. Он всё-таки рассчитан на температуру до минус 10 градусов. Больше мы не рекомендуем его использовать. Тем, кто не любит одеваться как капуста, на помощь приходят современные мембранные ткани. За счёт своего строения они выпускают пот, тело остаётся сухим и не пропускают холодную влагу снаружи. Но врачи убеждены, этого недостаточно. Мода модой, но есть и зимние вечные ценности. Бельё должно быть хлопчатобумажным, а пальто – длинным. Ну а кальсоны – вполне мужская одежда. Убеждён, например, Гедемин Астранда. Своих танцовщиц балетмейстер зимой одевает совсем не в кружевные пачки. Вы знаете, балет я люблю одевать так, чтобы было прикрыто попа, как мы говорим. Это удлинённые куртки, это купюшоны обязательно, да, от ветра. Вот посмотрите, здесь тоже, в принципе, всё правильно. Мех, купюшон и куртка, которая обязательно закрывает спину. Единственное, что радует врачей этой зимой – мода на сапоги из овчины. Широкая без каблуков обувь не сдавливает ногу и не препятствует кровообращению. Шанс переохладиться в ней минимален. Так что мода всё-таки может быть безопасной. Широкая без каблуков обувь не сдавливает ногу и не препятствует кровообращению.